Решить квартирный вопрос для домашненных лис. Сотрудники Института цитологии и генетики СОРАН разработали проект новых, более просторных валеров для зверей. Когда ждать новоселья, узнавала Екатерина Стывко. Лисица Виола недавно впервые стала мамой. Родила трех щенков. При виде людей малыши машут хвостами. Виола тоже агрессии к человеку не проявляет. С нее нет реакции, что надо защитить от меня щенка. В этом вольере уже подросшие щенки. Незнакомые предметы обнюхивают, что-то пробуют на зуб. Знакомятся с внешним миром. Этой маленькой лисичке всего несколько месяцев. Ручная очень любит, когда ее гладят. А домашняя в 50-м поколении. Ученые говорят, поведение нового вида можно сравнить и с кошкой, и с собакой. Да, хозяином человек ей не станет. А вот другом или компаньоном запросто. В Институте цитологии генетики вот уже шесть десятков лет приручают животных. Отбирают дружелюбно настроенных к человеку особей и скрещивают. Ученые выясняют, что именно меняется в генотипе одомашненных зверей. Для этого параллельно выращивают как обычных диких лисиц, так и особо агрессивных. Сравнивают гены, нейроны, уровень гормонов и витаминов. У агрессивных лисиц как раз такие вот этого метаболита витамина А больше, чем у ручной. Вот эта система, связанная с витамином А, она на самом деле не прямая зависимость. Это своего рода перевернутая У-образная кривая. А домашние лисицы изменились даже внешне. Форма ушей, хвоста напоминают собачьи. А на мехе появились белые пятна. Ученые планируют улучшить условия содержания зверей. Сейчас почти две тысячи особей живут в маленьких клетках. Дарья Шепелева изучает лис уже больше 15 лет. Для животного всю жизнь жить в пустой клетке и ждать от кормежки до кормежки, это очень тяжело. Да, они были выведены для этого. Они уже до нашего эксперимента 50 содержались в таких условиях. Но с точки зрения нормального человека мы же едем, конечно, что им там тесно, скучно. Физическое развитие проигрывает, когда оно может только по кругу бегать. Дарья сама разработала проект новых вольеров. Здесь лисы смогут прыгать, бегать, отдыхать, жить с семьями. Площадь питомника позволяет установить новые дома для всех лисиц. Но стоимость модернизации – сотни миллионов рублей. В прошлом году президент страны поручил проработать вопрос о выделении целевых средств на реконструкцию зверофермы Федеральному министерству науки. Сотрудники Института цитологии и генетики очень ждут решения проблемы. Екатерина Стывко, Борис Гладких, Новости ОТС.